Здравствуйте! В эфире специальное интервью на Одинцовском телевидении. И сегодня мы с вами поговорим о дорогах. Подведем итоги летней кампании и узнаем, как муниципалитет подготовился к зиме. И поможет нам в этом директор МКУ Управления дорожного хозяйства и капитального строительства Одинцовского городского округа Сергей Батушенко. Сергей Вячеславович, здравствуйте! Здравствуйте! Буквально в эти самые дни в Подмосковье заканчивается климатическая осень. И в соответствии с этим хочется спросить. Самое время, наверное, подвести итоги летней кампании. Действительно, что сделано, что было построено, достроено, отремонтировано наиболее важные, на ваш взгляд, объекты? Если сказать в целом, мы в этом году отремонтировали 11 километров дорог, 10 дорог общей сложности, порядка 60 тысяч квадратных метров асфальтобетона заменили. Из самых значимых, будем так говорить, это у нас завершился капитальный ремонт эстакады в Отрадном на 26 километре Можайского шоссе, который у нас продолжался в течение двух лет. В этом году, как раз летом, этот процесс был завершен, и все это прекрасно видят и наблюдают. Второе, может быть, даже первый по масштабности, это улица Чистяковой. У нас практически сейчас закончилась реконструкция, мы сейчас находимся на этапе уже ввода объекта в эксплуатацию. По существу эксплуатация его уже по факту ведется, ввиду того, что это было не полностью новое строительство, а реконструкция. Движение на этом участке по существу не перекрывалось, оно продолжалось, но в настоящее время уже все, существующие габариты уже проектные, уже ходит общественный транспорт. Там у нас были устроены остановки для общественного транспорта, и сейчас уже нормально все это функционирует. Я там неоднократно проезжал в разное время специально, и утром, и вечером. В общем, хочу сказать, что, в принципе, наши надежды оправдались, да, то есть результат соответствует ожиданию. Но в тех условиях, которые, конечно, у нас были, то есть это плотная существующая городская застройка, большое количество коммуникаций, то есть, ну, проблемы были. Но вместе с тем, в принципе, мы с этой задачей справились. Ну, значит, если же говорить про содержание текущее, в течение лета мы практически около 10 тысяч ям, нам было, так сказать, ликвидировано на дорогах общего пользования. Примерно около 50 тысяч квадратных метров асфальта бетона именно с точки, с помощью, так сказать, ямочного ремонта у нас было уложено. Ну, если вкратце, то вот так. Еще бы хотелось про один объект напомнить. Сергей Вячеславович, расскажите, пожалуйста, не все так просто было с круговой развязкой примыкания Неделина к Можейскому шоссе. Была определенная задержка, но я так понимаю, что это было по вине первоначального подрядчика. Да, ну, это в рамках ремонта, мы выполняли ремонт вот этого участка коммунального проезда, который у нас так называется, да. Да, вышел подрядчик, который, значит, выиграл аукцион с значительным снижением, приступил вроде бы к работам, но оказался недобросовестным, в силу каких-то причин, не знаю, но, тем не менее, неоднократно на совещание вызывали, просили, уговаривали, угрожали и так далее, да, значит. Но, несмотря даже на приявленные штрафные санкции, в итоге подрядчик не выполнил тот объем работы, которым был ему поручен, кстати, небольшой объем работы на самом деле, да. Там все было около 2000 квадратных метров, что по сравнению с 6000, которыми в общей сложности ремонт выполнили, это, ну, уничтожено мало, так скажем, да. Просто так получилось, что это в центре города, и, в общем-то, да, такое место, которое, в общем-то, все через него, ну, понятно. Значит, ну, тем не менее, в соответствии с законом мы с ним контракт этот расторгли, организация эта была внесена в реестр недобросовестных поставщиков, что закрывает ему на ближайшие несколько лет, значит, дорогу к государственным муниципальным подрядам. И заключили договор с той организацией, которая была, значит, второй в аукционе, и те быстренько вышли, там, буквально в течение недели, собственно, всю работу выполнили, и с надлежащим качеством все сдали, и вопросов не возникло ни у кого. Первый снегопад в этом году уже был, ну, проба пера, скажем так, состоялась. Подготовка к зимней уборке, несколько выездов были совместных у вас с главой Одинцовского городского округа, проверка и по территориальным управлениям, по нашим предприятиям уборочным и коммунальным. Все ли успели? И в нескольких словах вот именно о содержании дорог, об уборке дорог в этот период межсезонья, да? Ведь, казалось бы, уже технику надо, навесное оборудование зимнее делать, да? А уборка еще идет фактически по летнему сценарию. Как вот здесь вы с таким переходом справляетесь? Да, проблематика, это, конечно, присутствие. Что касается подготовки, действительно, значит, ну, не только мы с главой. С главой мы посетили несколько, так сказать, баз, а на самом деле их больше. В рамках подготовки было издано соответствующее постановление главы, в соответствии с которым мы провели инспектирование всех, все, так сказать, места складирования противоголедных материалов, места стоянок техники подрядных организаций, посмотрели их техническую готовность, в том числе переоборудование на зимний период работы, и комбинированных дорожных машин, и тракторов. Значит, удостоялись в том, что, надлежащим образом все было сделано, запасы тоже противоголедного материала в наличии. Был снегопад у нас, да, значит, первый снегопад. Ну, понятное дело, что шероховатости определенные выявились. В целом, конечно, отработали нормально, безопасность обеспечили, никаких ДТП не допустили. Была разная проблематика, ну, производственного характера, ну, понятно, у кого-то что-то сломалось, где-то что-то там не завелось, там, и так далее. Вот, значит, после этого снегопада, учитывая вот эти вот моменты, значит, уже было проведено три тренировки. Ну, что такое тренировка? То есть, объявлялся условный снегопад, и подряд на организации, значит, выходили все техники на маршруты для того, чтобы просто проверить ее техническую готовность, то есть, возможность физического выхода на линию, да. Значит, ну, она показала, что высокий процент, в принципе, порядка 90% техники, значит, вышло на линию. Понятное дело, что какая-то часть там была на ремонте, какая-то часть еще на переоборудовании, потому что вы совершенно правильно сказали, что у нас, значит, вообще зима считается, что она у нас начинается с 1 ноября и заканчивается, значит, 1 апреля, да. Значит, во всяком случае, и в законе о благоустройстве так написано, и по существу так обычно и бывает. Но сейчас вот такая погода, значит, затяжная, теплая, и мы сейчас, у нас такая ситуация, что бывает, что ночью подмораживают, например, да, вот сегодня температура покрытия опускалась там ниже минус 1 градуса, соответственно, в местах опасных, там, спусках, подъемах, они обрабатывались. И вот получается, что бывает, что ночью выполняются зимние, допустим, виды работы, а днем летние виды работы. Поэтому, ну что, из летних видов работ, это, конечно, уборка, в части приладковые части, значит, ну, листва еще продолжают, пока еще серьезных заморозков нет, листва продолжают еще падать, еще не все деревья, так сказать, от листва освободились. Значит, поэтому, ну что, значит, моем, пылесосим, собираем, смет и так далее. Но сейчас уже по прогнозам наших синоптиков, в ближайшее время уже уходим в устойчивый, значит, минус, и уже начинается, по существу, зима, и мы уже выполняем зимние виды работы. Поэтому, да, значит, на этот период, да, летний вид работ, какие-то комбинированные дорожные машины еще были, значит, оставлены в качестве поливомоечных машин, и мойка дорог тоже осуществлялась. Ну и пылесосы. Пылесосы, они тоже особенно заключаются в том, что, значит, удаление пыли и грязи идет с использованием воды, то есть смачивание поверхности, чтобы пыль, так сказать, не поднимать. Поэтому они работают только в теплое время года, потому что понятно, что зимой водой смачивать невозможно. Поэтому, ну, сейчас пылесосы работали. Ну, сейчас, ну, с очень минус перейдем, конечно, уже все, начинаем зимнее содержание в полном объеме. По снегобазам хватает ли их? Говорят, что зима будет достаточно снежной. Хватит ли у нас места для того, чтобы этот снег весь свести и складировать? Ну, снегобаза у нас есть. Сейчас к снегобазам предъявляют серьезные очень требования, связанные как с экологией, так и в широком смысле с экологией, потому что там есть определенные требования как по стопу с этих снегобаз, в том, что там тайный снег происходит, да, так и расположение относительно, значит, жилых там каких-то там домов и так далее. То есть они должны быть там приближаться к жилым домам. Поэтому, учитывая особенности нашего округа, мы знаем, что у нас земли практически-то, в общем-то, нет такой условно свободной, да, то есть, потому что, ну, близость к Камкаду, ну, что объяснять, все все понимают. Значит, у нас снегобаза, конечно, есть. В принципе, опыт показывает, что тот снег, который мы вывозим, нам их размещать, количество их, в общем-то, недостаточное, потому что, мало того, значит, вместимость – это одна сторона вопроса, а вторая сторона вопроса – их местонахождение. У нас всего несколько штук, а округ огромный, поэтому приходится, значит, подряд организациям вывозить снег, большое очень плечо, мы знаем сейчас и пробки, и все такое, и поэтому очень большое время занимает, и большое количество техники, больше, чем, скажем, в обычных условиях, самосвалов, необходимо для того, чтобы вывозить снег. Такая проблема, значит, существует. Естественно, что руководство района об этой проблеме, ну, округа, значит, в курсе, глава этим вопросом занимается. Ну, я надеюсь, что все-таки подвижки какие-то будут серьезны в этом вопросе. Сергей Вячеславович, вот есть такое решение, в принципе, существует техническое решение использовать снегоплавильные машины для того, чтобы далеко не возить снег, который собран, ну, хотя бы в черте города Одинцова. Казалось бы, очень простое решение, и тем более есть снегоплавильные машины у нас, я знаю, в округе достаточно большой производительностью, Одинцовского ДРСУ, по-моему. Все ли здесь однозначно? Почему мы активно их не используем, а все-таки возим в основном снег? Понятно, значит, ну, ситуация тут такая, значит. Тут две составляющие вопроса. Одна составляющая вопроса – это экономика, и вторая составляющая вопроса – это технические возможности, так скажем. Что касается экономики, вот конкретно вот эта машина, о которой мы с вами говорили, канадского производства, значит, она плавит снег дизельной горелкой, да, там стоит дизельная горелка, которая плавит снег. Очень высокое потребление топлива, понятное дело, и получается, что плавит снег очень-очень дорого. Мы себе такое позволить не можем. И производительность, кстати, она такая, относительно небольшая. Значит, но самое главное даже не это. Вот, скажем, вот эта горелка, она нормально работает, снегоплавильная машина, когда снег чистый. То есть, условно говоря, чистенький белый снег, когда ладошку его собираешь, сверху положишь, вообще все отлично. Но наш снег, который мы вывозим, значит, с проезжих частей и так далее, он содержит в себе разные включения, да, в том числе, там, какая-то газета, тряпка, там, еще что-то. Реагенты. Да, ну, больше даже именно, вот, так скажем, пожароопасные некоторые такие включения. И опыт эксплуатации аналогичных, скажем, снегоплавильных машин в Москве, он показал, что они просто загораются, да. То есть, когда происходит плавление, и что-то огнеопасное попадает, то, что горелка, понятное дело, и все, и просто они горят. Вот, поэтому, ну, не говоря о том, что еще понятно, что со снегом там же идет и мусор какие-то, и камни, и, ну, понятно, на дороге что мы видим там, что бывает. И поэтому это такая техника относительно нежная, и не выдерживает те, значит, тот снег, который вот с дорог, собственно, на нее идет. Вот. Ну, и надо сказать, что техника эта импортная, там, очень дорогостоящая, понятно, что ее поломка, там, сумасшедших денег будет стоить восстановление, говорят, у нас сейчас санкции и все такое. И по времени, да, тоже неизвестно. Ну, естественно, это, она канадская машина, и даже в нормальных условиях, через океаны и так далее, запчасти заказать не быстро, а уж если, так сказать, в наших условиях вообще можно ли будет восстановить ее, нет, непонятно. Вот. Что касается, в принципе, плавления снега, потому что у нас, наша, значит, работа, она связана обычно с накоплением временного снега на так называемых снегобазах, они, конечно, оборудованы надлежащим образом, ливневой канализацией, там, твердое покрытие и так далее. Значит, Москва, она, значит, во многом снег плавит, да. Но плавление снега с экономической точки зрения и с точки зрения скорости производственного процесса, собственно, плавления, она производится, в основном, не за счет сгорания теплоносителей какого-то, то есть газ, соляр, для того, что, значит, в основном, значит, эти плавильные пункты устраиваются на линии канализации большого диаметра. То есть идет, к примеру, там, ливневая канализация или какая-то, которая, саму все температуру воды, там, естественно, имеет положительную температуру, и, значит, путем перемешивания со снежными массами за счет температуры этой воды, вот, происходит, собственно, таяние снега. То есть это необходимо строить на коллекторах большого диаметра, там, ну, больше метра, скажем, да, с большим потоком воды, и тогда это работает. Ну, у нас вот в Одинцово, к сожалению, таких мест, которые совпадало, скажем, прохождение такого коллектора и возможность устройства вот такого пункта, да, потому что у нас коммуникация, ну, очень, так сказать, застройка, так сказать, плотная и так далее. Но Москва, в принципе, изначально, как бы, она шла по этому пути. И коллектора такие у нее, там, понятно, есть, потому что город, там, у нас немножко другая ситуация, поэтому, вот, мы не можем, так сказать, вот полностью следовать, так сказать, и воспринять этот опыт, потому что, к сожалению, нет такой технической возможности. То есть я понимаю, что ситуация под контролем, как только это экономически станет оправданным, этот опыт, возможно, будет использован? Ну, в будущем, да. Я думаю, что так или иначе, потому что у нас тоже и большая застройка идет и так далее, и поэтому появляются новые коммуникации, в том числе, вот, водоотведение. И я думаю, что мы в итоге придем к этому, тоже сможем найти такие места, где можно такие снеготайлки устраивать. Сергей Вячеславович, еще раз хочется, чтобы Вы проговорили, и чтобы наши зрители хорошо это понимали о том, что дороги бывают разные, да, и вот в ведении управления дорожного строительства Упродург-Обстрой находится только часть дорог, да, вот в нескольких словах о том, какие категории дорог есть, какие находятся в Вашем подчинении, а за какие отвечает иногда даже не Одинцовский округ. Да, значит, вопрос правильный, потому что зачастую я, так сказать, вот и социальные сети там просматриваю, и люди как, значит, вот дорога, что-то там не так, по их мнению, там, снег или еще что-то, где? В Одинцовском округе все, значит, кто отвечает? Глава. Ну, с одной стороны, это, конечно, правильно, да, что за все в округе отвечает глава, и так оно, по сути, есть в том смысле, что глава, конечно, он заинтересован в благополучии каждого человека, который находится на территории округа, жителей или даже просто проезжающего, скажем, мимо, да, вот, и, конечно, он этим занимается, но с точки зрения непосредственного управления, юридической, так сказать, составляющей, и что самое, наверное, важное, это затраны денежных средств, у нас есть определенное разделение, есть дороги федерального значения, то есть, на которые деньги тратит Российская Федерация с помощью государственной компании «Автодор» или «Росавтодор», такие, как Минское шоссе, например, там, да, Рублево-Успенское шоссе, вот. Есть дороги субъектовые, так называемые, то есть, которые находятся в собственности Московской области, в частности, они находятся в оперативном управлении ГБУ «Мосавтодор», и там уже Московская область тратит свои средства, и ГБУ «Мосавтодор» содержит сам или с помощью своих подрядчиков. И третья категория, которая к нам, собственно, относится, это дороги местного значения, так называемые муниципальные, значит, тут уже, да, тут уже в полном объеме ответственности, ответственности, так сказать, и наши денежки, которые мы, так сказать, тратим, и их содержим. Ну, они тоже, в свою очередь, тоже бывают внутриквартальные, скажем, дворовые территории, там, и так далее. Это у нас занимается управление благоустройством, это, как бы, мероприятие в рамках благоустройства проводится. А есть дороги общего пользования. Вот тут эти дороги, они находятся, значит, на балансе нашего учреждения. Содержим мы их с помощью подрядных организаций, то есть на конкурентной основе выбираются, значит, подрядные организации, и их содержат. То есть собственных сил и средств, как таковых учреждений у нас нету, то есть там тракторов, там лопат и так далее, да. Этим всем обладает подрядная организация. Управление благоустройства, у них смешанный, будем так говорить, способ содержания. Что-то содержится МБУ, которые сами располагают техникой, силами и средствами, а что-то тоже с помощью подрядных организаций. Вот таким образом, в принципе, выстроена работа. Но еще раз хочу сказать, что глава занимается не только нашими дорогами, которыми он обязан заниматься в силу закона, но и занимается в том числе и региональными, и федеральными дорогами. И в прошлом году, и в этом, да, в принципе, это вот у нас тема такая непроходящая. Мы выявляем недостатки, какие есть, какие не устраивают жители нашего округа, нас не устраивают. Регулярно, значит, глава собирает соответствующее совещание с этими балансодержателями, владельцами дорог, и, значит, настраивает эту работу, потому что, ну, иначе бы не получается. Ну, то есть потребовать от автодора уборку можно, уборку дорог, да, качественную, но вывести технику, скажем, МКУ на эти дороги нельзя. То есть своими силами МКУ чистить не можно? К сожалению, да. И если техника это выходит, то это получается на целевое расходное бюджетных средств. Это все равно, что как, ну, потят ремонтировать соседу квартиру, да, за свои деньги. То есть это возможно, но, значит, бюджетом семьи вряд ли предусмотрен. Ну, если это, в приведенном примере, это как бы просто житейская ситуация, то у нас это уже рассматривается с точки зрения закона более сурово, и мы, к сожалению или к счастью, не знаю, так сделать не можем. Так же, как и наоборот, например. То есть, допустим, федеральные подрядчики там не могут прийти к нам и нашу дорогу, скажем, почистить. Улицу Говорова почистить. Ну, например, там улицу Говорова, да, потому что для них это будет тоже несливое расходование денежных средств. Сергей Вячеславович, напомните еще нам регламенты зимней уборки. В течение какого времени снег должен быть убран, складирован, вывезен? И вот несколько слов о превентивной обработке дорог. То есть, я так понимаю, дороги обрабатываются и перед снегопадом? Да, значит, когда прогноз дается о том, что, значит, будет снегопад, за час-за два до начала снегопада, выходит на превентивную обработку противоглородным материалом. Это делается для того, чтобы не образовалось в процессе выпадения снега накат, так называемый, то есть слой уплотненного снега, или налить. Для этого делается превентивная обработка, так называемая. Значит, что касается непосредственно уже уборки, очень многое зависит от категории дорог. Значит, у нас в основном дороги – это третья, четвертая, пятая категория. Причем третьей категории дорог у нас немного. Это по существу Можайское шоссе, но вот основные такие артерии. Значит, нам ГОСТ говорит, что мы должны после окончания снегопада убрать, ну, скажем, Можайское шоссе в течение шести часов. Если мы говорим про другие дороги, то есть четвертая, пятая категория, которую у нас, конечно, большинство, значит, то ГОСТ нам позволяет это делать в течение 12 часов. Но есть определенное еще, как бы, ограничение, что на дороге не должно быть снега больше, чем 4 сантиметра. То есть, условно говоря, идет снег, в принципе, после окончания снегопада у нас там есть шесть часов, чтобы его убрать, но если толщина снежного покрова 4 сантиметра превысила, значит, мы должны выходить его… Если снег идет и идет. Да, мы должны выходить, очищать, так сказать, вот, чтобы не допускать на дороге вот такого количества снега. Ну, и, естественно, обрабатывать, да, потому что мы понимаем, что просто очистить от снега, скажем, Можайское шоссе будет недостаточно. Необходимо провести противоголедную обработку, чтобы, значит, не получилось у нас зимняя скользкость, так называемая, да, чтобы безопасно люди могли ехать. Ну, собственно, мы так и делаем. Что касается вывоза снега, то тут, понятно, при очистке снега, значит… Просто кабочень? Да, он, так сказать, определенным образом, значит, сдвигается. Вот, и там дальше уже тоже у нас в зависимости от категории, вот выше нашей категории, третьей категории, нам дается пять суток на снега, значит, на категориях нишах там уже девять, значит, суток нам дается. Ну, и есть такие дороги с низкой интенсивностью движения, ну, там, где, скажем, в сутки меньше, там, 500 автомобилей проезжает. В принципе, нам нормативные документы допускают содержать их в так называемом накате, то есть в уплотненном снежном покрове, ну, действительно, в каком-то там деревне какой-то, допустим. СЛТ какие-то, да? Да, ну, значит, и больше того, даже там и само население, оно против там обработки, значит, солью и так далее, потому что, ну, понятно, там ездят, к примеру, 10 машин там в день, и они совершенно спокойненько по уплотненному снегу проезжают, их все, так сказать, устраивает, их все замечательно, и если мы проезжаем туда… Главное, чтобы твердо было. Да, оно уплотненное покрытие, никто не буксует, вопросов нет, просто, естественно, скорость движения там будет не там, не 60 км в час, там скажут, он спокойненько там проехал, там, 30 км в час, и нормально. Учитывая, что у нас, значит, 778 дорог в общей сложности, а протяженность общая 661 км, то мы понимаем, что в среднем у нас каждая дорога, это меньше, чем километр протяженность, да, а учитывая, что, допустим, Можайское вот взять, да, то понятно, что есть у нас дороги и 100 метров длиной, и 200 метров длиной, да, то есть вот такие, поэтому и в какой-то деревне, и там и не нужно, и мы и не делаем, и они действительно содержатся в накате, и это, в общем, допустимо, и всех устраивает. Сергей Вячеславович, вот предприятие сферы благоустройства, вы сказали о том, что дворы, внутри кварталка какая-то, да, то, что в зоне ведения благоустройства находится, да, они каждый сезон практически жалуются на запаркованность, на неправильно припаркованный транспорт, который мешает быстро и качественно убирать вот дороги, территории в зоне их ответственности. Вы сталкиваетесь с такой проблемой, и, может быть, несколько слов скажете автомобилистам. Да, проблема такая есть, значит, такая проблема есть, и больше того, у нас, в принципе же, и стоят знаки определенные, организованное движение таким образом, где-то у нас остановка вообще запрещена, где-то она у нас, скажем, значит, в зависимости, она относится на что-то нечет, так называемые, да, то есть по четному можно на одной стороне улицы стоять, по нечетному на другой, как раз это связано с необходимостью проведения уборочных работ. Ну, молодежные, например, и вот на той же Говорово, например, тоже там есть такие, ну, есть такие у нас места, но, к сожалению, не все соблюдают эти, значит, знаки, которые у нас на дорогах стоят, что приводит, конечно, к проблемам серьезным и лишним затратам, потому что, скажем, если машин нет, мы очищаем, обрабатываем механизированно, что, конечно, гораздо быстрее и дешевле, чем ручной труд, потому что если, значит, машина припаркована, мы уже должны ручным трудом, ручной труд это долго и дорого, да, и все это, в общем-то, по существу за народные деньги происходит, вот эта вся история, и вместо того, чтобы, условно, там какой-то где-то лишний квадрат метр асфальта положили, мы, значит, вот занимаемся вот этим ручным трудом. Ну, значит, это у нас связано с работой ГИБДД и эвакуации, да, сейчас этот полномочий, к сожалению, не наши, но вместе с тем Московская область в настоящее время, значит, занимается и уже принят закон федеральный о передаче части полномочий ГИБДД в органы государственной власти Московской области. И в ближайшее время в помощь ГИБДД выйдут инспекторы Московской области, которые тоже будут, по аналогии как в Москве, заниматься, значит, оформлением эвакуации транспорта. И если у ГИБДД сейчас сил, может быть, где-то не хватает, значит, в связи с ограниченным количеством сотрудников, сейчас с помощью Московской области эта ситуация будет выправляться, и поэтому вот хочу призвать, значит, граждан еще раз посмотреть правила дорожного движения и знаки, где можно ставить машину, как можно ставить и так далее, потому что сейчас эта работа будет усилена, и эвакуация, она примет другой масштаб совершенно. Не хотелось бы, чтобы люди потом на штрафстоянку своей машины искали. И в завершении, Сергей Вячеславович, несколько слов о зимнем ремонте. Чем и в каком объеме будем ремонтировать зимние дороги? Вынуждены эта мера? Я так, насколько понимаю, основной ремонт все-таки летом идет. Да, совершенно верно. Ну, учитывая особенности нашего климата, вот эти так называемые переходы через ноль, да, когда то отрицательная температура, то положительная, это ведет, конечно, значит, к разрушению дорожного покрытия. Тем более, что во многом у нас, значит, те дороги, которые у нас есть местного значения, они по существу строились так называемым хозспособом, то есть без проекта, без надлежащего основания и так далее, что влечет за собой такие последствия, значит, асфальтобетонное покрытие разрушается, появляются так называемые ямы, значит, и мы вынуждены, собственно, их ремонтировать, потому что у нас, нам выбора не оставляет. Естественно, этот ремонт внеплановый, так скажем, да, но он планово-внеплановый, мы, естественно, знаем, что каждый год это происходит, поэтому, конечно, там, планируем в определенных объемах. Ремонтироваться по существу два способа есть. Ну, в принципе, когда у нас относительно не такие низкие температуры, можно выполнять ремонт ямочный, как и летом, горячим асфальтобетоном, но, как правило, асфальтобетонные заводы прекращают его делать, его же просто даже найти невозможно. Вот, поэтому, как правило, ремонт экстренный, так скажем, выполняется холодным асфальтобетоном, так называемым, он продается прямо в мешках буквально, значит, но это как временная мера, потому что, как показала практика, это нестойкое такое получается покрытие, быстро, так сказать, но как экстренная мера годится. Значит, а так происходит ремонт литым асфальтобетоном, то есть специально есть автомобили, так называемые кохеры, которые на асфальтобетонных заводах заливают жидкий, в общем, разогретый асфальт, там примерно 200 градусов температуры, и в таком жидком подогреваемом виде его везут и уже, так сказать, вот заливают, ну, литой асфальтобетон, да, значит, заливают непосредственно повреждения, и, в принципе, это нормального качества получается, и стоят эти карты там, бывает, годами, то есть вполне себе достойные вещи. Но, конечно, это, ну, довольно дорогое удовольствие, и связано даже больше не со стоимостью непосредственно этого литого асфальтобетона, а со стоимостью вот этого автомобиля специального кохера, так называемого, да, которого в эксплуатации стоит определенных денег, он сам стоит определенных денег, хотя используется не так много, да, как мы понимаем, поэтому вот это, ну, довольно дорогое удовольствие. Сергей Викторович, спасибо огромное за то, что пришли сегодня к нам в студию. И вообще хочется пожелать нашим дорожникам и нам вместе с ними хорошей, ровной и настоящей русской зимы. Тогда и убирать дороги будет проще, и ремонтировать их придется реже. До свидания. Оставайтесь с нами на ОТВ.